здравствуйте дорогие ребята тема сегодняшнего урока обратные тригонометрические функции давайте для начала с вами вспомним теорему существования обратной функции то есть если у нас дана функция f от x которая возрастает или убывает на промежутке а b то она имеет на этом промежутке обратную функцию y равен g от x которая определена на множестве значений функции f от x и тоже возрастает или убывает то есть если данная функция у нас возрастает то обратная функция на этом промежутке тоже будет возрастать. Если данная функция убывает, то обратная функция будет тоже убывающей. То есть, если мы будем это рассмотреть графически, прямая параллельная оси Ох должна пересекать график данной функции только в одной точке. Давайте рассмотрим с вами график функции у равен синус х. Как вы видите, прямая у равен а пересекает график данной функции в нескольких точках. То есть получается, что на всей области определения функция у равен синус х не имеет обратной функции. Но если мы с вами рассмотрим промежуток от минус π пополам до π пополам, мы обратим внимание, что функция у равен синус х возрастает на этом промежутке и принимает все значения от минус единицы до единицы. То есть получается, что на этом интервале она обратима. То есть уравнение вида синус х равен а, где а принадлежит отрезку от минус единицы до единицы, имеет единственное решение. Давайте с вами дадим определение арксинуса угла а. Угол из промежутка минус π пополам, π пополам, синус которого равен а, называется арксинусом числа а и записывается как арксинус а. Посмотрите, пожалуйста, на рисунок. И по определению мы получаем, что синус арксинус а равен а, где а принадлежит отрезку минус 1 и 1. Из этого мы можем с вами рассмотреть график функции y равен арксинус х. Посмотрите, пожалуйста, он у нас получается в симметричном отображении графика функции на этом промежутке y равен синус х относительно прямой y равен х. И в данном случае получается, что областью определения функции арксинус х является отрезок от минус единицы до единицы. Множеством значений этой функции будет отрезок от минус π пополам до π пополам. Следующее выражение нам говорит о том, что данная функция является у нас нечетной. То есть арксинус минус х равен минусу арксинус х. То есть график симметричен относительно начала координат. И данная функция, точно так же как y равен синус х, возрастает на промежутке минус 1 и 1. Рассуждая точно таким же образом, мы можем убедиться в том, что если мы будем рассматривать график функции y равен косинус х, то она у нас убывает на промежутке от нуля до π. Следовательно, на этом промежутке мы для нее можем записать обратную функцию. Угол из промежутка 0π, косинус которого равен а, называется арксинусом числа а и записывается как арксинус а. И по определению в данном случае мы тоже можем записать выражение, что косинус арксинус а равен а, где а принадлежит к промежутку минус 1 и 1. И так же мы можем с вами построить график функции y равен арксинус х, который тоже получается с симметричным отображением графика функции y равен косинус х относительно прямой y равен х. Область определения данной функции – это промежуток от минус единицы до единицы. Множество значений – это промежуток от 0 до π. Следующее выражение у нас получается, что арксинус минус х равен π минус арксинус х. И, следовательно, эта функция тоже у нас убывает на промежутке минус 1, 1. Аналогичными рассуждениями мы можем точно также дать определение арктангенса угла а. Она у нас тоже возрастает на промежутке от минус π пополам до π пополам и принимает все значения от минус бесконечности до плюс бесконечности. Убласть промежутка минус π пополам, π пополам, тангенс которого равен а, называется арктангенсом числа а и записывается как арктангенс а. И тоже по определению мы с вами можем записать следующее выражение. тангенс арктангенс а равен а, где а принадлежит интервалу от минус бесконечности до плюс бесконечности. И мы с вами можем построить график функции у равен арктангенс х, который тоже получается симметричным отображением относительно прямой у равен х. Посмотрите, пожалуйста, область определения данной функции – вся числовая ось от минус бесконечности до плюс бесконечности. Множество значений – это промежуток от минус π пополам до π пополам. Арктангенс минус х равен минус арктангенсу х, и эта функция возрастает на промежутке от минус бесконечности до плюс бесконечности. Прямые минус π пополам и π пополам являются в данном случае горизонтальными асимптотами. Продолжая аналогичное рассуждение, точно так же мы с вами можем определить арктангенс А. То есть угол из промежутка от нуля до π, котангенс которого равен А, называется арктангенсом числа А и записывается как арктангенс А. И в данном случае тоже по определению котангенс арктангенс А равен А, где А принадлежит промежутку от минус бесконечности до плюс бесконечности. И мы можем с вами построить график функции у равен арктангенс х. Он тоже у нас получается с симметричным отображением графика функции у равен котангенс х относительно прямой у равен х. И здесь область определения у нас получается интервал от минус бесконечности до плюс бесконечности. Область значения интервал от нуля до π. Арктангенс минус х равен π минус арктангенс х. Эта функция у нас убывает на промежутке от минус бесконечности до плюс бесконечности. В данном случае ось абсцисс и прямая у равен π являются у нас горизонтальными асимптотами. Давайте рассмотрим с вами задание номер 5 со страницы 153. Найдите значение выражения арксинус нуля плюс арксинус единицы. В данном случае арксинус нуля это 0, а арксинус единицы это π пополам. Выражение равно π пополам. Следующее выражение арк косинус минус 1 минус арк косинус нуля. Здесь мы получаем, что арк косинус минус 1, то есть значение косинуса, которое равно минус 1, это π. И арк косинус нуля это будет π пополам. π минус π пополам, получаем π, деленное на 2. Следующий пункт арксинус минус корень из 3, деленное на 2, плюс арксинус корень из 2, деленное на 2. В данном случае мы можем арксинус минус корень из 3, деленное на 2, по свойству минус вынести за скобки. То есть мы уже с вами до этого записали, что арксинус минус x равен минус арксинус x. Соответственно, это будет минус π на 3. А арксинус корень из 2, деленное на 2, это π на 4. То есть минус π на 3 плюс π на 4 равно минус π, деленное на 12. И следующий пример – это арктангенс минус 1 плюс арктангенс минус 1. В данном случае арктангенс минус 1 мы можем записать как минус арктангенс единицы, то есть получается минус π, деленное на 4. А арктангенс минус 1 мы можем записать как π минус арктангенс 1, то есть π минус π, деленное на 4. Окончательный ответ получается π, деленное на 2. Следующее задание – это задание номер 7 со страницы 153. Нужно вычислить следующее выражение. Первое – косинус арксинус 1, 2. То есть это получается, что арксинус 1, 2 – это у нас π, деленное на 6. Значит, косинус π, деленное на 6 – это и есть корень из 3, деленное на 2. Следующее выражение – синус арксинус минус корень из 2, деленное на 2. В данном случае арксинус минус корень из 2, деленное на 2, мы можем записать с вами следующим образом. π минус арксинус корень из 2, деленное на 2. То есть мы получаем синус π минус π, деленное на 4. И это равно синус π, деленное на 4, равно корень из 2, деленное на 2. И следующее задание – это тангенс 2 арктангенс, корень из 3. Здесь мы можем записать это как π на 3, то есть получаем выражение тангенс 2π на 3. Представим это выражение следующим образом. Тангенс π минус π на 3. Используя формулу приведения, мы можем записать, что это равно минус тангенс π деленное на 3. То есть это равно минус корней из трех. Следующее задание – это задание номер 10 со страницы 154. Мы должны вычислить значение следующих выражений. В случае В – это косинус арксинус 5 тринадцатых. Посмотрите, пожалуйста. В данном случае арксинус 5 тринадцатых мы обозначаем через α. Тогда получается, что синус α равен 5 тринадцатых, где α принадлежит промежутку минус π пополам, π пополам. Далее мы записываем косинус арксинус 5 тринадцатых как косинус α. И отсюда мы получаем, что это 1 минус синус в квадрате α. Подставляем вместо синуса α значение 5 тринадцатых. В квадрате получается 25 тринадцатых. Итого получаем ответ 12 тринадцатых. Следующий пример – это пункт Г. Косинус 2 арксинус 3 пятый. В данном случае арксинус 3 пятый мы обозначаем через α. Отсюда получаем, что косинус α равно 3 пятый, α принадлежит промежутку от 0 до π. И мы можем косинус 2 арксинус 3 пятый записать как косинус 2 α. А это по формуле равно 2 косинус квадрат α минус 1. Вместо косинус α подставим с вами 3 пятый. То есть получаем следующее выражение. 2 умноженное на 9 двадцатых минус 1 равно минус 7 двадцать пятых. Так, пункт Е. Синус арксинус 3 пятый плюс арксинус 5 тринадцатых. Значит, в данном случае арксинус 3 пятый мы опять обозначаем через α. Отсюда получаем, что косинус α равно 3 пятый, где α принадлежит промежутку от 0 до π. Здесь мы с вами можем найти синус угла α по формуле корень квадратный 1 минус косинус квадрат α. То есть корень квадратный из выражения 1 минус 9 двадцать пятых равно 4 пятые. Далее мы с вами арксинус 5 тринадцатых обозначим через β. Отсюда получаем, что синус β равно 5 тринадцатых. β у нас принадлежит промежутку минус π пополам, π пополам. И мы можем найти косинус β как корень квадратный из выражения 1 минус синус квадрат β. Это равно корню квадратному 1 минус 25 двадцать пять сто шестьдесят девятых равно 12 тринадцатых. И далее выражение синус арк косинус 3 пятый плюс арксинус 5 тринадцатых мы можем записать как синус α плюс β. По формуле сложения это раскрывается следующим образом. синус α косинус β плюс косинус α синус β. Подставим данное значение и получаем 4 пятые умножаем на 12 тринадцатых плюс 3 пятые умножаем на 5 тринадцатых равно 48 шестьдесят пятых плюс 15 шестьдесят пятых равно 63 шестьдесят пятых. Следующее задание это задание номер 15 со страницы 154. Найдите значение выражения. Рассмотрим с вами пункт А. Нужно найти арксинус синус 7π на 6. Мы с вами знаем, что верно следующее тождество. Арксинус синус х равен х, если х больше равен минус π пополам и меньше равен π пополам. Но как вы обратили в данном случае внимание, 7π на 6 не принадлежит этому промежутку. Следовательно, мы с вами синус 7π на 6 должны преобразовать. В данном случае преобразуем следующим образом. Запишем это как синус π плюс π на 6. И по формуле приведения получаем, что это равно минус синус π на 6. Далее мы можем уже выражение арксинус синус 7π на 6 записать как арксинус минус синус π на 6. А это нам дает минус арксинус синус π на 6 равно минус π на 6. На сегодня у нас с вами все. Для закрепления темы я вам рекомендую прорешать из вашего учебника задания со страниц 152, 153 и 154. И также прорешать обобщающие задания со страниц 155 и 156. До свидания. Всего вам доброго. Здравствуйте, ребята. Добро пожаловать на урок химии. На прошлом уроке мы с вами закончили изучать четвертый раздел вашего учебника, который был посвящен циклическим соединениям. Вы уже знаете, что такое циклолканы, а также ароматические соединения. Сегодня мы с вами приступаем к изучению нового раздела, пятого раздела вашей книги, который называется «Природные источники углеводородов». Сегодня мы с вами попытаемся разобрать общие сведения о природных источниках углеводородов. Но также в этом разделе имеется информация о том, что такое нефть, что такое каменный уголь, попутные природные газы, как их получают, перерабатывают, а также применяют. Ну что ж, начнем тему нашего сегодняшнего урока «5.1. Общие сведения о природных источниках углеводородов». Давайте попытаемся ответить на вопрос, почему же природные источники углеводородов так нам необходимы. Посмотрите, пожалуйста, на данное видео. Из этого самого видео вы видите, что все то, что нас окружает, те же самые компьютер, телефон, холодильник, микроволновая печь, даже одежда, все это является продуктами, которые были произведены из природных источников углеводородов. Ведь представьте, если бы мы не научились бы добывать нефть, а также газ, мы бы тогда не смогли бы использовать все то, что сейчас имеем. Благо, у нас сейчас есть различные производственные цеха, где мы можем перерабатывать эту самую нефть, а также газы. В результате чего мы смогли получить различные полимеры, и из этих самых полимеров уже производим все то, что нам нужно в обычном обиходе. Сейчас давайте с вами рассмотрим основные природные источники углеводородов. Природные источники углеводородов можно разделить на четыре категории. К первым относится природный газ. Второй – это попутные нефтяные газы, нефть, а также каменный уголь. Основной составной частью природного газа является метан. В природном газе его содержится от 80 до 97%. Но также помимо метана в природном газе имеются и другие соединения, такие как этан, пропан, бутан и небольшое количество других газов. Если мы сейчас с вами посмотрим на слайд, мы увидим таблицу. В этой самой таблице проведены именно средние содержания в процентах различных веществ. Давайте внимательно посмотрим на эту таблицу. Вы видите, что в природном газе около 80-90% находится метана. Этан находится в количестве 0,5-4%. Пропан – 0,2-1,5%. Бутан – 0,1-1%. Петан – от 0 до 1%. А также азот и другие газы составляют 2-3%. Ребята, запомните, пожалуйста, что содержание этих веществ может изменяться. И их содержание зависит от того, где добывается этот самый природный газ. Например, если мы изменим какое-либо месторождение, где мало метана, то, соответственно, количество других веществ в этом самом природном газе будет увеличиваться. Теперь давайте с вами поговорим о попутном газе. Попутный газ также в своем составе содержит метан, но метана в нем значительно меньше, чем в природном газе. Но в попутном газе много этана, пропана, бутана, пентана и многих других химических веществ. Теперь давайте с вами посмотрим, как же добывает и что делает с природным газом, а также с попутным газом. Вы знаете, что попутный газ, он добывается тогда, когда добывается нефть. Природный газ, который выделяется из источников, он в основном поступает в дома, а также в тепловые электростанции. Также с ним заправляют автомобили. С попутным же газом все обстоит совершенно по-другому. Попутный газ, он является очень хорошим сырьем для производства различных полимерных изделий. Например, таких, как шина для машин, или же стаканы, обычная пластмасса, стулья и так далее. Но дело в том, что для того, чтобы производить все эти компоненты из попутного газа, нужно построить очень большие заводы по переработке этого самого попутного газа. Из-за того, что раньше таких заводов не было, поэтому попутный газ просто сжигался. И тем самым мы засоряли окружающую среду. Но сейчас путем переработки попутных газов можно получить очень много различных веществ. Причем мы из него можем получить больше веществ, чем ежели будем перерабатывать природный газ. А все это из-за того, что в его составе содержится меньше метана, но больше различных других соединений. Давайте посмотрим, как это происходит. Итак, теперь представьте, что у нас имеются такие самые заводы. И вместо того, чтобы сжигать попутные газы, эти самые попутные газы поступают на заводы. На этих самых заводах имеются специальные газофракционирующие установки. Эти самые газофракционирующие установки делят компоненты этого попутного газа на составные части. Например, если у нас в попутном газе имеется смесь пропана, бутана, изобутана, а также пентана, то они в нем разделятся. А разделение это основано на различии температуры кипения этих самых веществ. Теперь, после того, как мы в отдельности получили пропан, бутан, изобутан и пентан, естественно, мы его должны куда-то транспортировать. Но из-за того, что они являются газами, для этого нам понадобятся очень большие контейнеры. Так как же выйти из этой ситуации? Для этого используют специальный физический метод. Для этого эти вещества из газообразного состояния переводят в жидкое состояние. Этот процесс называется сжижение газа. В результате, если мы все эти самые компоненты переведем из газообразного в жидкое состояние, тогда мы с вами получим СУГ. СУГ означает сжиженные углеводородные газы. И вот в таком вот жидком состоянии эти самые компоненты пропан, бутан, изобутан и пентан переводятся из одного завода на другой. Далее, на другом заводе эти самые компоненты поступают в специальную печь, где у нас образуется пиролиз этих самых компонентов. Что такое пиролиз? Пиролиз – это и есть обработка этих компонентов или же углеводородов нефти при высокой температуре. В результате чего эти самые компоненты нефти, они делятся на маленькие частицы или же маленькие молекулы. Эти самые маленькие молекулы называются мономерами. Дело в том, что дальше эти самые мономеры, они подвергаются полимеризации. Что такое полимеризация? Вы знаете, что полимеризация – это и есть процесс, при котором маленькие мономеры объединяются друг с другом и образуют длинные цепи, или же так сказать полимеры. Естественно, для того, чтобы это произошло, используют специальные соединения, которые называются катализаторы. И вот после пиролиза мы получаем такие компоненты, как пропилен, этилен, а также бутадиены. Эти самые компоненты далее поступают на другой завод, где они формируются, и из них образуются различные полимерные гранулы. Эти самые полимерные гранулы далее отправляются на другие заводы, и из них изготавливают все то, что нам необходимо. Те же самые шины, пластмассы, различные синтетические вещества и так далее. Теперь давайте с вами конкретно разберем, что у нас образуется на газоперерабатывающих заводах. Итак, когда попутный газ попадает на газоперерабатывающие заводы, у нас образуются три фракции. Это газовый бензин, пропан-бутановая смесь, а также сухой газ. Давайте рассмотрим каждую из этих смесей более подробно. Газовый бензин, он содержит в своем составе легко летучие углеводороды. Его обычно добавляют в качестве дополнения для улучшения зажигания к бензину. Пропан-бутановая смесь, она по-другому называется жиженый газ. Он широко применяется в быту, а также в автотранспорте в качестве горючего. Следующая смесь – это есть сухой газ. Сухой газ, он сходен по своему составу с природным газом, так как в своем составе содержит в основном метан. Он используется для получения этилена, ацетилена, водорода, а также других веществ. Кроме этого, из попутных нефтяных газов выделяют этан, пропан, а также нормальный бутан. Их применяют для получения непредельных углеводородов, а также полимеров. Применение природного газа дает возможность для экономии бензина, а также соблюдения экологической частоты благодаря его полному сгоранию. Ребята, ведь из предыдущих уроков вы знаете, что когда горит метан, он образует СО2 и выделяется H2O, что является более экологично чистым, чем горение бензина, при котором выделяется вместе с СО2 и H2O и другие различные компоненты. Ребята, запомните, пожалуйста, что 90% добытого природного газа применяется в теплоэлектростанциях, а также в промышленных отраслях и в быту как топливо. И только лишь 10% природного газа – это важнейший источник сырья для химической промышленности. Из него изготавливают различные полимеры, а также получают ацетилен, этилен, водород, а также сашу. Кроме того, природный газ применяется в качестве автомобильного топлива. Сейчас, пожалуйста, запишите домашнее задание. Это страница 184, тема 5.1. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня мы поговорим о реках Азербайджана. Ребята, Азербайджан – страна малых рек. Всего у нас их насчитывается 8400. Но только 210 из этих рек имеют длину более 5 километров. 21 река у нас имеет длину более 100 километров. И две реки имеют длину более 1000 километров. Это Кура. И ее самый большой приток – Араз. Ребята, когда мы с вами говорим о реках, нас интересуют источники питания. То, куда впадает река, то есть к какому бассейну принадлежит данная река. И режим реки. Режим реки – это изменение уровня воды в реке в течение года. Ребята, реки Азербайджана мы делим по следующим признакам. Реки, непосредственно впадающие в Каспийское море. Это реки, которые стекают с северо-восточного склона Большого Кавказа. И реки Ленкаранской области. Дальше мы говорим о реке Абширом-Габустанского участка. Вот эти реки. Эти реки у нас отличаются тем, что они практически не доходят до Каспийского моря. И до любой реки. Они просто теряются в песках. А дальше мы говорим о реке, относящейся к бассейну Куры. Мы их делим на левые притоки Куры, правые притоки Куры. И мы говорим о левые притоке Араза. Ребята, все эти реки различаются. И сейчас мы посмотрим, в чем именно. К рекам северо-восточного склона Большого Кавказа у нас относятся река Самур, Гудеалчай, Гусарчай, Горачай, Вельвеличай, Гильгильчай, Атачай. Эти реки берут начало с ледников Большого Кавказа. И в питании большую роль принимают участие ледниковые и снеговые воды. На равнинах они подпитываются дождевыми водами и подземными. Эти реки разливаются весной, но летом, так как ледники тают достаточно активно, они бывают многоводными. Реки, проходя через боковый хребет, образуют очень красивые каньонообразные долины. Реки Абширонгабустанского участка у нас питаются дождевыми водами. Вы знаете прекрасно, что летом у нас осадки не выпадают, и поэтому эти реки очень часто летом пересыхают. К ним относятся Персаат, Джейрангкичмес, Ситалчай и Сунгайчай. Реки Линкаранской области – это Виляшчай, Линкаранчай, Тангерут, Астарачай – в основном питаются дождевыми водами. Вы помните, что в Линкаранской области у нас выпадает самое большое количество осадков в Азербайджане. А так как осадки у нас выпадают в зимний период, то реки полноводные бывают в зимние месяцы. Ребята, переходим к рекам, которые относятся к бассейну реки Кура. Левые притоки Куры делятся на две части. Реки, которые впадают у нас в Ганых и Айричай – это реки Мазымчай, Кишчай, Шинчай, Балакенчай, Курмухчай. Они впадают в Ганых, Айричай, а Ганых затем впадает в Курум, ну а точнее в Менгичевирское водохранилище. Дальше мы говорим Шерванские реки. Они начинаются на юго-восточном склоне Большого Кавказа. Это Алинджачай, Турианчай, Геокчай, Гердеманчай, Ахсун. И протекают по Шерванской равнине. Ребята, питаются эти реки снеговыми, дождевыми водами. Летом их сильно разбирают на орошение. И поэтому зачастую летом они не доходят до Куры. Ребята, правобережные притоки Куры. К правым притокам Куры относятся реки, стекающие с северо-восточного склона Малого Кавказа. Акстафатчай, Товусчай, Загамчай, Шамкирчай, Гошкарчай, Гянджачай, Кюрякчай, Инджасу. Эти реки начинаются в Среднегорьях, питаются снеговыми, дождевыми, на равнинах подземными водами. Дальше мы говорим Карабахские реки. Это Тертер, Хачинчай и Гаргарчай. В основе их питания у нас уже лежат подземные воды. Поэтому у них уровень в течение года более стабильный. Дальше, ребятки, у нас идут притоки Араза. Мы их будем делить тоже на две части. Реки, протекающие в Нахичеванской автономной республике, и реки нижнего течения Араза. В Нахичеване у нас протекает Арпачай, Нахичеванчай, Алинджачай, Гелянчай, Ордубачай. Питание дождевое и большой процент подземных вод. Что касается рек нижнего течения, то сюда относятся Ухчучай, Акера, Кендаланчай. Они тоже начинаются у нас на Карабахском Нагоре и на Карабахском Хребте. И тоже большую часть питания нам дают подземные воды. Ребята, чтобы это хорошо запомнить и освоить, вам надо рассмотреть несколько таблиц. Во-первых, таблица, где у нас четко обозначены, куда впадают какие реки, к каким регионам они относятся. Это надо просмотреть очень внимательно и найти эти реки на карте. Тогда вы будете и по карте прекрасно ориентироваться. А вот после того, как вы посмотрите, где находится эта река, рассмотрите, пожалуйста, и следующую таблицу. Здесь у нас даны, какие реки какое питание преимущественно имеют. Вот посмотрите, талые воды, ледников и снегов. И мы видим, что Самур, например, на 68% питается этими водами. Гудиал-чай, Демирапаран-чай, Гелян-чай. Подземные воды мы видим здесь. Туриан-чай, Арас, большинство рек Нахичевани и так далее. И дождевые воды. Мы видим, что дождевыми водами больше всего питаются у нас реки Абширонго-Бустанского участка и, конечно, Ленькаранские реки. Ребята, я хотела бы рассказать вам о двух наших самых больших реках. Это Кура и Арас. Кура имеет длину 1515 километров. Из них 906 километров Кура течет по территории Азербайджана, впадает в Каспийское море и при впадении образует достаточно обширную дельту. Кура начинается в Турции на ледниках на высоте 2640 метров. И, как вы видите, в питании ее преимущественно принимают участие снеговые воды – 52%. Дальше она протекает по территории Грузии, где она питается в основном дождевыми водами. А когда река входит в пределы Азербайджана, климат у нас, вы знаете, достаточно сухой. И помимо дождевых вод, в питании начинают активно участвовать подземные воды. Надо сказать, что реку Курум сильно подпитывают, конечно, те притоки, которые стекают с гор Большого и Малого Кавказа. И река достаточно многоводна. Общество Куры за год – 18 кубических километров. Это, конечно, самая крупная река у нас в Азербайджане, и даже по ней может осуществляться судоходство от Явлаха до Устья. Больше ни одна река в Азербайджане не является судоходной. Максимальный уровень воды достигается в апреле, мы говорим, половодия. А самый низкий уровень воды приходится на сентябрь, мы говорим, это Межинь. Река Араз у нас имеет длину 1072 километра. Начинается она также в Турции, потом долго течет по границам Ирана, Грузии, Армении и Азербайджана. И затем входит в пределы Азербайджана и возле селения Согубушан впадает в Куру. Воды Араза более мутные. По дороге он размывает известковистые платы, по которым течет, и это делает его воду сильной замутненностью. Как вы видите, в питании Араза большую роль принимают подземные воды, затем снеговые и дождевые. Максимальный уровень воды достигается в мае, а минимальный – в августе. Ребята, у вас есть очень интересная таблица. И я думаю, что если вы правильно и очень внимательно ее выучите, вы поймете, что такое режим и что такое питание рек. Значит, вот в этой таблице вам предлагается написать, по каким регионам протекает река, где начинается ее исток, что такое базис реки и каково ее питание. Я надеюсь, вы помните, что базисом реки является уровень того водоема, в который он впадает. Например, для Велящая базисом является Каспийское море. Арпачая базисом является река Араз. А для реки Араз базисом является река Кура. Я хотела бы обратить ваше внимание еще на то, что реки Азербайджана, особенно те, которые стекают у нас с гор Большого Кавказа, являются сели опасными. Сель – это грязи, каменный поток воды, несущийся по рекам, который возникает в результате ливневых дождей или усиленного таяния снегов и ледников в горах. Если мы говорим о реках Абширон-Габустанского участка, низкогория Нахичевани, то сели будут грязевые, то есть река будет нести просто грязь. А вот если мы говорим южный склон Большого Кавказа, то там сели будут в основном каменные и грязи каменные. Ребята, для того, чтобы предотвратить сели, нам обязательно надо сажать леса на склонах гор, ни в коем случае эти леса не вырубать. И существует еще такое понятие, как селе-хранилище. Это особые гидротехнические сооружения, которые строят на селеносных реках. Ребята, вы выучите 28-й параграф и выполните все задания после него. До свидания, всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова